В качестве эпиграфа, собственно, с чего меня пробило, в Москве был такой автор, Шурман, Саша Карпов, он, собственно, не вернулся из Норд-Оста. Была такая история. Он очень много этих лимериков написал, и там были совершенно потрясающие. Меня сразил лимерик, ну, про метро, про наше, что как-то утром на Новокузнецкой хвастал удалью я молодецкой. Всех, кто рядом стоял, я в туннель загонял и гонял их аж до Павеликса. Ну, там у него еще было, что дядя Билл увидал крокодила, и от страха его замутило. Так мутило его, что потом самого крокодила три ночи мутило. А самая любимая у меня, значит, одна дама с плохим осязанием занималась машинным вязанием. И вздыхала тоскливо. Ну, подумаешь, криво, ведь вязание ж не обрезание. Не обрезание. Вот. Ну, я, собственно, они ко мне привязались. Я их ходила, говорила, говорила, потом поняла, что говорю уже что-то другое, и вух, и поразописываю. Ну, это все довольно давно было, но тем не менее. Пожилой джентльмен из Техаса кушал рябчиков и ананасы, но на этих харчах совершенно зачах, весь от профиля и до анфаса. Музыкант по фамилии Кастро не имел у себя каподастра. И на заднем дворе брать учился барреток, пираспера, в общем, адастра. Молодую богатую кралю позапрошлой зимой обокрали. Кольца и жемчуга, да еще мужика принесли. И не ждите морали. Две девицы из города Фрязино увлекались целебными грязями. В этих грязях они проводили все дни и смотрелись взяло безобразнее. Тетя Барбара из Конотопа постигала азы автостопа. И вдогонку водила монофиги, крутила и грозила всемирным покойом. Тихо, 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 тихо. Тяжелая. Не надо, чтобы ты так убила. Некий физик по имени Боря возомнил себя стрелкой в приборе. Он гудел и дрожал, так он изображал колебания уголом. КСПшник Иван Держиморда знал на память четыре аккорда. И на красной напресне пел туристские песни одиноко фальшиво и я. Гардировщица Мария Петровна родилась под созвездием Овна. Потому ли она посылала всех на и плевалась во всех поголовьях. Вот эротическое. Поэтесса Уварова Эмма посвятила большую поэму, описанию ночей, кои жгучих очей не смыкала Уварова Эмма. Древний римлянин Пуглий Назоний обожал отдыхать на газоне, но за эти проказы был серьезно наказан и отправлен работать на зону. На границе России с Китаем есть район, не вполне обитаем. Там пасутся стада, там пройти ерунда, ну а нет, хоть овец нахватай. Итальянец Джованни Бакаччо был весьма мускулист и накачан, но однажды в обед сочинил он сонет, чем напуган был и озадачен. Сумасшедшая бабка Аксинья запевала, когда не просили. И по пять часов к ряду выводила рулады, хоть страдала от этого сит. Гениальный актер из Казани не терпел никаких приказаний, и поэтому скоро он пришиб режиссера, реквизитной Бадьюльму Кузани. А это вот последний лимерик, он посвящен конкретному человеку. Жалко, я не могу вам передать все его прекрасности. Да, это такой есть критик, такой у нас Владимир Бусик. И он все время, ему говоришь, читает какие-нибудь стихи, там «Любовь, солнышко, сверчки поют». А он говорит, а где тут любовь к России? Где же тут любовь к России? То есть, ну, ладно. Про химизацию писать. Да, про химизацию. В голове у Владимира Гусева развернулась большая дискуссия, как он ест колбасу, ковыряет в носу и простит ли за все это Руси.